Самого доброго утра! Самые позитивные в стране Евросоюза, Латвия, привет! События с мусорожигательным заводом в Риге. Не путаю, не путаю, это не дрелини. Дело в том, что как расположен мусорожигательный завод, который как будто бы планирует построить структуры господина Щелы, он сделан таким образом, что если вдруг он загорится, а теперь мы уже точно можем сказать, что он загорится, то всю Ригу заволокет ядовитым дымом. Напомню, что уже полгода мы встречаемся, бьемся против того, чтобы поставить это мусорожигательный завод. Напомню, что это не мусорожигательный завод, потому что а куда нам мусор-то девать? Не об этом речь. Речь о том, что к нам сюда будут составами завозить мусор, который не производство Латвии. Будут сжигать этот мусор. А заодно будут сжигать весь абсолютно мусор Риги, который не нужно будет никогда сортировать. Вот такая вот афера. Но теперь мы можем констатировать, что эти предприятия еще как горят. То есть до этого мы что видели? Если мы в Гугл заходим на Кауновский завод, с Гугла видно зоны заражения. То есть все милиаративные канавы, они реально заражены. Зайди сейчас в Гугла и посмотри, просто офигей. Я уже молчу про землю. Следующий момент, когда этот завод запускают, его остановить и отмониторить эко-зеленым практически невозможно. А вот таково законодательство. Как ни странно, такое законодательство и в Литве, и в Эстонии. Я не думаю, что оно в Латвии будет немножко другим. Следующий момент. Мы видели, как он горел в Литве. Мы видели, как вчера горел подобное сооружение в Эстонии. И вот сюда приходили люди, представители мусоросжигательного завода. И просто всех убеждали, насколько он хорош. Было несколько продажных депутатов, которые говорили, что если этот завод поставить, то улучшается экология района. То есть к ней строятся дороги, инфраструктуры, всевозможные фильтры. А в рекламе мы можем видеть, как красивейшее сооружение, на котором парни катаются на скейтбордах. Ну и вообще все счастливы. Все счастливы. На самом деле, сами понимаете, что это многомиллионный проект. И вкачать что-то примерно полмиллиона в маркетинг и лживую рекламу для тех, кто это затеял, труда не составляет. А по факту мы видим, что жители говорят, что нам наплевать, насколько он безопасный. Мы против того, чтобы у наших домов, а самый ближайший дом, это 700 метров от мусорожигательного завода в Риге, в Брюшском районе. Вот. И теперь мы видим, что это технологически очень опасные мероприятия. Нам рассказывали о количестве аммиака, который там будет, и насколько он безопасен. Но практически во всех средствах массовой информации, что Литвы, что Эстонии, мы наблюдаем следующее. Очень опасный ядовитый дым во время пожара. Всем закрыть окна, не выходить на улицу. Ну, ядовитый дым попадет в любом случае в помещение, сами понимаете. И слышны взрывы. Я не знаю, что там взрывается, но взрывы были и в Литве в пожаре, и взрывы мы эти слышим в Таллине. Следующий очень интересный момент. Это интервал. Смотрите, как часто они горят. Они реально опасны, как часто они горят. Следующий момент. Их сейчас маркетологи начнут разделять. Это сортировочные места. Они к заводу не имеют никакого отношения. Наоборот, если бы это было на заводе, это не было бы опасно. Но до сих пор с гугла не стертые истории, когда ты можешь зайти виртуально погулять по мусоросжигательному заводу в Каумусе, и в момент, когда ты заходишь в помещение виртуально, ты видишь, что там уже идет дым. Там даже до пожара дымы, которые выходят без фильтрации, и какое-то невероятное количество. Так что рад я тем, что занялся этим. Очень приятно, что вы поддерживаете это. Надо добить это дело до конца. И саму идею мусоросжигания, самая идиотская идея, которая просто одной структуре будет приносить деньги, а страдать при этом будет все государство, попадая на всевозможные риски безопасности. Поэтому, как ни странно звучит, но последний пожар в Эстонии, он, наверное, я думаю, в умах многих людей возбужденных поставил точку. Напомню, что сейчас тот самый момент, когда мусоросжигание, она взяла отвод. То есть депутаты проголосовали против того, что завода не будет, но сейчас идет период убеждения в том, что это безопасно. То есть сейчас они поменяют стратегию, соберут вопросы, которые задавали жители, на которые они не могли ответить. Маркетологи обработают эти вопросы. И сейчас пойдут новые видеоролики о том, насколько это безопасно, приятно и комфортно. И вот когда ты будешь слышать эти ролики, вспоминай то, что я тебе говорил, и ниже у меня где-то здесь приложено о том, как горели в Литве, о том, как горели в Эстонии, и тот ущерб, который просто сделал этот пожар, вообще подсчитать невозможно. Однако, возможно вам напомнить, что в любом случае Латвия самая позитивная страна, и в ней живут самые четкие и классные люди. Латвия, доброе утро, просыпаемся. Продолжение следует...